С каждой песней связана своя история. Из этих историй можно сложить целый роман. Поэтому, когда я не выделяю какую-то песню, одна лучше, другая, уже не для меня все равноценные, понимаете? Потому что я потратил массу своих сил, здоровья, ну, как бы сказать, аранжировок там и всего этого. Это очень сложный процесс. Не знаю, это было, во всяком случае, раньше, когда была аналоговая музыка. Сейчас все сдвинулось в сторону цифры, и поэтому все, кнопочку нажал, уже там кто-то... Можно вот заставить вас, можно из вас сделать великолепную певицу, вы знаете, да? Отец пел таганку, когда я пятилетним ребенком засыпал. У него собирались студенты, его ученики после войны. Они учились в медицинском. Они собирались у нас. Мы жили в Сутоковске, под Москвой. Вот. И студенты собирались, спели такие песни. Будь проплитой Колыма, таганка. Ну, это тогда было модно, запрещено, и, соответственно, всем поэтому нравилось. Я засыпал под эту музыку, вот так это на меня и повлияло. Только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнью. Качество музыки, качество аранжерола, качество слов, поэзии. Стал более разносторонний. Появилась еще какая-то драматургия. Практически уходит блатняк, его практически уже нет. То есть он становится, на себя берет функцию души нашего российского человека. Спонсором выпуска является самый фруктовый и семейный лимонад на свете «Харди Поп». Путешествуйте в мультивселенной разнообразных вкусов вместе с «Харди Поп». Я вспоминаю стариков в Амхате, которые говорили, что лет все больше, ролей все меньше. Нет, сейчас уже просто какой-нибудь интересный сценарий, интересная роль я на больше как бы не рассчитываю. Чтобы не был такой типаж, там, государственный чиновник, милицейский начальник. А чтобы какая-то вот абсолютно такая человеческая история была, всем понятно, узнаваемая, волнуемая. И посмеяться, поплакать. Потому что я все равно себя причисляю к комедийным актерам. Мне это лучше получается, это я больше люблю, этим я как бы владею. Потому что мой педагог Евстигнеев Евгений Александрович. Я работаю со студентами, я преподаю. И это удивительные вещи, когда вдруг большому количеству нравится фильм «Доживем до понедельника». Для меня это удивительно, понимаете. Или же там при всей той кинематографии мировой, которая там существует, белое солнце в пустыне, им нравится. Заставить их что-либо полюбить, это невозможно. Это значит что-то настоящее, что вне времени существует, это их волнует. В свое время Сережа Майоров делал такую передачу «История в деталях». Мы ездили на мою историческую родину, старший сын был такой, ему там было лет 12. Я показывал все эти места, где у нас были баталии, где у нас были выяснения отношений. Но не было такого жесткача, потому что это было начало 70-х годов. У нас были очень мощные кодексы чести. Там лежачего не бьют до первой крови. Там девчонок своих, не дай бог, кто-нибудь из другого. Но все это было по настоящее. Я с ними со всеми дружу, кто жив до сих пор. Можете себе представить. В книжках будущее. Если человек с телефоном, он тупеет, он не думает ни о чем. Когда он с книжкой, он думает. Человек без книжки, без телефона просто сидит. Он не просто сидит, он думает. Так устроена биология человеческая. Поэтому с телефоном это ноль. Это извилины, они ровнее становятся. С книжкой они глубже становятся. Человек просто думает. Это общее развитие. Вот все. Всем привет! С вами я, Эмилия. И София. И это рубрика «Фэшн». Из выпуска вы узнаете самый модный принт лета, самый стильный оттенок в одежде. Можно ли сочетать платья и брюки. А с вами самые модные девочки. Эмилия и София. Устраивайтесь поудобнее. Будет интересно. Девчонки, как бы вам ни говорили, в моде что-то не в моде, но леопард он цикличен, он рано или поздно возвращается. Стильность сейчас, натуральность, какая-то эксклюзивность, то есть фишечка, которую нужно добавлять. Я всегда за яркость выходов. Смотрите передачу до 17 и старше. Будет интересно. Переходный возраст у девочек часто сопровождается протестными настроениями, увлечением дерзкими и маскулинными мотивами. Это отражается и в одежде. Оверсайз, темные цвета, металлические аксессуары, мешковатый крой и полное отрицание розового цвета. Но подростковая мода в 2024 году предлагает девочкам погрузиться в женственный стиль с ноткой юношеского бунтарства, примерить элегантные банты и сменить штаны на юбки. Я рекомендую присмотреться к чернильно-синему цвету. Это новейший тренд, завирусившийся на прошедшей недавней неделе моды. Мы уверены, совсем скоро этот оттенок станет классикой и заменит черный, потому что это смотрится невероятно элегантно и очень дорого. Обратите на него внимание уже сейчас и будьте самыми стильными. Total Look. Как дальнейший изобретатель велосипед. Супер практичный тренд для подростков. Просто составьте свой образ в одном цвете, с одним принтом или с одним материалом. Например, только из кожи, джинсы или с ног до головы в оранжевом цвете, даже обувь. Этот прием поможет гарантированно выделиться из толпы окружающих. Тренды для девочек в этом сезоне насыщены изящными и женственными элементами. Так, например, в моду вернулась бахрома. Она делает образ более легким и игривым, привлекает внимание. Отлично смотрятся юбки и платья с ниточками по всей длине. А еще кожаная пуртка или джинсы с бахромой. Из аксессуаров можно выбрать серьги с ниточками или экстравагантный браслет или сумку. Сегодня мы поговорим о самом ищичном тренде сезона. Дадим совет, как правильно носить леопард в 2024 году. С года в год леопардовый принт появляется в коллекциях модных домов. Впервые его использовал Ив Сарлоран. Леопард ассоциируется с такими брендами, как Дольче Габбана, Роберто Кавалли и Диор. И даже Джорджо Армани использовал леопард в своей коллекции. Но несмотря на то, что леопард каждый год оказывается в тренде, модницы не спешат добавлять его в свой гардероб. И понятно почему. Ведь если в некоторых образах леопард смотрится уместно и женственно, то в других вульгарны и вызывающие. Как же найти грань и не переборщить? Как носить леопард и оставаться стильной? Старайтесь избегать леопарда с другим принтом. Идеальный выбор скомбинировать с топами, рубашками, водолазками или пиджаками. А лучше всего это бежевый, коричневый или оливковый оттенок. Также с леопардом прекрасно сочетается белый и черный цвет. А вот так носит леопард российские артисты. Внимание на экран! Сейчас мода цикличная и можно найти какие-то вещи, которые у тебя очень давно были в гардеробе, чуть-чуть по-другому замиксовать и получится неплохой образ. Вот это какая-то очень древняя рубашка от Роберто Кавали. Она у меня лет 10, мне кажется, лежала. Вот сегодня какой-то ее третий или четвертый, может, пятый выход. Раньше она была с джинсами, а сегодня с шортами. И сюда подойдут невысокий каблук. В общем, леопард – беспроигрышная история. Это 100% хлопковые, какие-то очень легкие летящие платья. Или что-то типа пряжи. Ну а вы не переключайтесь. И смотрим передачу до 17 и старше вместе с Вяреточкой Ваней. Целую вас и очень люблю. Дизайнеры в этом году выводят на подиум платье с брюками, подсказывая, что этот союз не так уж и плох. Итак, в моде платье-рубашка, а вся соль именно в длине. Модель ниже колена становится вкусным штрихом. Длинные платья-рубашки, которые носят с брюками – определенно отличная идея. Итак, решено. Будем летом носить длинную рубашку и брюки. Классно смотрится комплект из одной ткани. Получается стильный летний костюм. А можно носить удлиненную рубашку морского кроя и свободные брюки. А какой стиль предпочитаете вы? Напишите свое мнение в комментариях. А с вами были самые модные девчонки Эмилия и София. До новых встреч в эфире. Пока-пока! С вами я, Ларионова Ирина. И рубрика «Это интересно». Не переключайтесь. Собирайтесь у крана телевизоров всей семьей. Обязательно приглашайте детей. Потому что в нашей рубрике, и только в нашей рубрике, вы узнаете все самое интересное. Это и история России, и традиции нашего народа, и национальные костюмы, и увлечения интересных людей, самых интересных людей нашего времени. И садоводство, и зимнее плавание, и мир животных. Обо всем мы вам расскажем. Не торопитесь. Все по порядку. Это очень интересно. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня я поделюсь с вами секретом национальных российских традиций. Это будут секреты конной традиции нашей страны. Потому что только в нашей стране есть уникальный способ запрягать лошадей. Это русская национальная туговая запряжка. И не одной лошади по тугой, а тройки лошадей. И, конечно, знаменитые тройки лошадей. Это не только тройки орловских русаков. Это, прежде всего, вятская птица-тройка, о которой писал Николай Васильевич Гоголь в своем бессмертном произведении «Мертвые души». Птица-тройка – это образ мчащейся России. Конечно, к светлому будущему. У вятских лошадей большое преимущество перед другими лошадьми любых других пород. Это возможность проходить длительные расстояния, очень неприхотливое содержание, неприхотливое кормление, выносливость, приспособность к местным тяжелым условиям. Это легкоупрежная лошадь. И поэтому эта лошадь использовалась, конечно, в дуговой запряжке, троечной запряжке. Дело в том, что искусство подготовки тройки лошадей утрачивается. Сейчас по всей России не так много существует троек лошадей, потому что уходит небытие профессия подготовки лошади к такой запряжке. Вятских лошадей, тройки вятских лошадей по всей России, ну, можно пересчитать на пальцах одной руки. И поэтому так удивительно, что в Центре национальных конных традиций в прошедшие выходные мы увидели национальную вятскую тройку на известном шоу на 11-м открытом чемпионате уникальных вятских лошадей, о которых мы рассказывали в прошлом выпуске. Мы увидели птицу-тройку. Она была запряжена в исторический экипаж, тот самый экипаж, который использовался в ямской почтовой службе, легендарной службе нашей России. Сколько мы знаем удивительных произведений и романсов о вятской тройке. Это действительно о тройке вятских лошадей. Вход вятской тройке настолько мягкий и удобный, что даже кореннику центральной лошади разрешено на максимальном аллюре идти галопом, что не допускается запряжки с другими породами. Коренник обычно идет рысью, чтобы сбалансировать движение экипажа, а пристяжки могут двигаться галопом. Птица-тройка вятских лошадей несется галопом во весь опор, когда ей разрешает это сделать ничем. Сегодня в конном спорте возрождается соревнование троек лошадей. И я надеюсь, что вятские тройки займут в этом турнире достойное место. Эти соревнования проводит первый московский конный завод и называются они «Крылатое сердце России». Заездить и съездить вятскую тройку и любую тройку лошадей – это огромное искусство. Нужно быть очень смелым и умелым человеком, потому что общение и приучение лошади – это достаточно опасное дело. Требует хорошей квалификации и великолепного опыта общения с лошадьми. Представьте себе, что в руках у кучера или наездника, если мы говорим о бегах, ну, трудно понять, как назвать человека, который управляет упряжными лошадьми, если он управляет рысаком на бегах, то это наездник, если человек управляет упряжной лошадью, то он может быть кучером или извозчиком. Вы знаете, чем отличается кучер от извозчиков? Очень просто мы можем перевести на современный язык и сказать так, что кучер – это личный водитель, а извозчик – это таксист. Спонсором выпуска является самый фруктовый и семейный лимонад на свете – Харди Поп. Путешествуйте в мультивселенной разнообразных вкусов вместе с Харди Попом. Когда кучер управляет тройкой, в его руках – вожжи, которые идут таким мостиком проводным на рот лошади к трензелю. И натяжение вожжей или ослабление их подсказывает лошади, что нужно делать. Натяжение одной из сторон, одной рукой, более короткое движение – то это поворот. Если более глубокое движение и напряжение вожжей, то это остановка. Но чуть-чуть отдать вожжи и сделать легкое движение руками, и, возможно, голосом даже, что допускается в управлении тройкой – это движение лошади вперед. Это искусство. Филигранное искусство. Представьте себе, что остановить лошадь руками невозможно. Это огромное силище. Лошадь весит больше 500-600 килограмм. И вот представьте себе, а лошади троем слушаются только одних рук кучера, наездника, извозчика. Какое искусство, какое понимание? Ведь лошадь – стихия, часто неуправляемая стихия. К тому же пугливое животное может принести смертельную опасность и пассажирам, и человеку, который управляет этой лошадью. И какое искусство съездить всех лошадей так, чтобы они беспрекословно подчинялись руке мастера. Это удивительно. Как заезжаются и съезжаются лошади в тройке? Есть определенные принципы и правила. Ну, сначала, конечно, работа с кореняком, с центральной лошадью. Ибо эта лошадь определяет самые главные достоинства тройки. Держит ход, баланс, ориентированный на эту лошадь. Престижные лошади справа и слева. Лошадь должна быть резвая, сбалансированная, очень послушная, хорошо выезженная лошадь. Когда искусство общения человека с лошадью достигает высочайших высот, и вы уверены в этой лошади, можно работать уже с пристяжками, с пристяжными лошадьми. Очень часто пристяжных лошадей выезжают отдельно, изначально пристегивая их к опытной, зрелой лошади, которая давно работает в упряжи для того, чтобы она учила молодых лошадей, которые еще не умеют ходить пристяжками. И так часто бывает. А потом тройка собирается вместе. Но сначала пристяжные лошади не привязываются к экипажу и не тянут его. А их на вождях держат помощники. Помощники кучера, наездника, извозчика. А если это спортивное соревнование, то драйвера. Они держат этих лошадей только на вождях, стараясь удержать их рядом с кореняком. На тот случай, если будет экстремально непредвиденная ситуация, этих лошадей можно будет просто бросить, отпустить, чтобы они бежали своей дорогой и не смущали кореняка, и не заводили на необдуманные поступки, не заводили других лошадей, не заводили. Поскольку лошадь заводится быстро, у нее темпераментная психика такая, очень эмоциональная, подвижная. И если одна лошадь делает что-то неправильно, то другие лошади подхватывают, конечно, и могут мчаться, не разбирая дороги, и, в общем-то, уже плохо подчиняются здравому смыслу. И сами не понимают иногда, что делает и куда бегут. Поэтому травмироваться может и лошадь, и пассажиры, и драйвер. Поэтому это тонкое дело. И лишь потом, когда мы уверены, что лошади ходят рядом спокойно, можно их уже пристегивать, привязывать к экипажу. И тогда тройка несет равномерную нагрузку. И кончики, и пристежные. Для того, чтобы экипаж был быстроходным, и на большущие расстояния лошади не так сильно уставали. Движение тройки лошадей – это зрелище. Это объемное, яркое событие. Потому что ширина тройки обычно 5-6 метров. И еще длина лошади, и большой двуосный экипаж. И, конечно, в экипаже нарядные пассажиры. Сколько это историческая тройка. Нам удалось съездить вятскую тройку. Это большая работа, которая завершилась грандиозным успехом. Мы смогли показать зрителям в Центре национальных конных традиций настоящую тройку мышастых вятских лошадей. И, конечно, вятская тройка двигалась под классическую русскую музыку. Это был свиридов, метей. И я видела в глазах многих зрителей слезы от гордости, умиления и радости, что мы все оказались свидетелями этого стремительного, удивительного события. Мы увидели настоящую тройку. Ту самую птицу-тройку, о которой писал Николай Васильевич Боков. Тот самый уникальный символ России, который учится вперед, несмотря на все трудности и преграды. История вятской лошади неизбежно связана с историей упряжного дела в России. И прежде всего с Сибирским трактом. Сибирский тракт по своей протяженности и значимости для России может быть приравнен только к Великому Шелковому пути. Протяженность Сибирского тракта 11 тысяч верст. И Сибирский тракт связывал центральный регион России с восточной частью нашей необъятной страны и пролегал вплоть до Тихого океана. По этим дорогам мчались вятские тройки. И везли грузы, пассажиров, почту, продовольствие, строительные материалы, потому что строились уральские заводы. И осваивала Сибирь. Но как не уважать вятскую лошадь? Как не уважать за этот подвиг? Мы развивались. Мы двигались вперед. Вятские лошади использовались и для легкоупрежных работ, для доставки грузов пассажиров почты, и, конечно, для верховой езды. Они очень быстроходные, выносливые. Они демонстрируют большой показатель резвости. В XVI веке на вятских крестьян была наложена повинность доставлять хлеб до перевоза через Урал, для того, чтобы потом этот хлеб дальше следовал для служивых людей и крестьянского населения в Сибирь. И такой путь проходили лошади длиной в тысячу верст. А вообще, чтобы добраться на лошадях из центральной части России до Тихого океана, требовалось полгода. Это совсем недолгий срок. Это очень быстро и эффективно. Особенно, если мы едем и мчимся на вятских лошадях. При Екатерине II в XVII веке Сибирский тракт был облагорожен. Строились мосты, переправы, избы для емщиков, гостиницы для пассажиров. И дорога приобретала серьезный социально-экономический смысл. В 1780-х, в 90-х годах окончательно сложились две ветки Сибирского тракта. Одна ветка шла из Санкт-Петербурга и Вологду, северная ее часть, и южная часть через Москву и Казань. И соединялись эти две ветки в поселке Дебесы Удмуртской области. И дальше дорога была уже единой. Именно в Дебесах и собран уникальный материал и национальный музей, рассказывающий о сибирском тракте и об истории вятской породы. И первые попытки эту породу возродить как раз и относятся к этому региону Удмуртии. Вятские лошади были необыкновенно многочисленны и пользуются огромной популярностью и спросом, как самые надежные, выносливые и быстрые лошади для выполнения таких непростых задач. А теперь по всей России у нас всего 850 голов. Мы должны сделать все возможное, чтобы возродить и помочь этой лошади снова быть с нами в память о ее героическом прошлом. В 1790 году Александр Николаевич Радищев в своих произведениях, в частности записке путешествия в Сибирь, писал «Жители пашут и извозничают». Он имел в виду, что лошади выполняли большой объем сельскохозяйственных работ и потом запрягались для перевозки грузов по сибирскому тракту. В отличие от других упряжных пород, у вятских лошадей есть уникальная особенность. Они могут очень долго держать резвый, устойчивый бег, неутомимо, не уставая преодолевать сотни верст. Пик популярности вятских лошадей относится к рубежу 18-19 века, когда они были всемирно известны и любимы всеми россиянами за их невероятные достоинства. Для местного населения еще в 16 веке была введена ямская повинность. Крестьяне должны были предоставлять для государственной службы самых резвых, выносливых, самых лучших лошадей вместе с подводами. И крестьяне сами должны были служить государству в роли ямщиков. Строились ямские станции, почтовые станции, где содержались лошади, где можно было поменять лошадей на свежих, отдохнувших, и двигаться дальше по сложным дорогам России. Работала безупречно ямская почтовая служба. Если кто-либо приобретал лошадь, то определенным знаком качества служила фраза «куплена в Атиках», то есть в Вятской губернии. Значит, точно вы сделали правильный выбор и удачную покупку. Вы купили настоящего друга, вятскую лошадь, которая вывезет вас из любых неприятностей и доставит к цели. Почтовая служба была создана в России в конце 18 века и называлась она «Ямская ганьба», где и использовали святские лошади. Потому что кто же быстрее доставит почту и соединит влюбленные сердца или донесет указания руководства и начальника до подчиненных? Россия развивалась. Нужны были быстрые, выносливые лошади. Необычайно популярным был обозный промысел среди крестьян. Крестьяне нескольких властей целыми деревнями отправлялись на 3-4 месяца с товаром в извоз, проходя за это время на своих лошадях 3 или 5 тысяч верст. Вятские лошади использовались в работе по 7-10 зим, а иногда по 15-17 зим. Расстояние 600, 800 верст почтовые вятские тройки и обозы легко преодолевали за 10-14 дней. Расстояние в 1000 верст вятские обозы обыкновенно преодолевали за 19-22 дня, провозя груз в 25-30 пудов и более. За одну ходку почтовые тройки и обозы преодолевали минимум 20-25 верст, поскольку именно на таком расстоянии располагались почтовые станции. В день почтовая вятская тройка могла проходить до 240 верст. Наш выпуск подошел к концу, и я надеюсь, вам было интересно. Всегда оставайтесь с нами. Вы узнаете еще больше, и передачи будут еще интереснее. А с вами была Ирина Ларенова. И не удивляйтесь, хозяйка тройки вятских лошадей. Спонсором выпуска является самый фруктовый и семейный лимонад на свете «Харди Поп». Путешествуйте в мультивселенной разнообразных вкусов вместе с «Харди Поп». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова